В ближайшие 40 минут семья Ларисы Зимин с немецкого района – эти дети. Видит она их впервые. Тема урока – тоже семья. Meine Familie. Mein Bruder heißt Arsenij. Er ist sechs Jahre alt. Немецкий язык и желание показать себя – вот что объединяет всех в этом кабинете. Сегодня самый сложный этап краевого конкурса «Учитель года». Открытый урок. Но у Ларисы нервы под контролем. Сегодня я могу оценить урок просто на высший балл. Я сама себя чувствовала очень комфортно. Ребятишки мне в этом очень помогли. Очень хороший класс. Ребята очень сильные. Поэтому они показали и знания, и урок у нас вот прям, вот знаете, как песня лился. Мы знаем, что орел весит 5 килограмм. А это уже урок биологии. Оценку ставят заринскому педагогу Таисии Саковой. Чтобы доказать свой профессионализм, у участников конкурса всего один урок. Почти экспромт, хоть и подготовленный. Таисия стоит у доски всего 4 года, поэтому сейчас волнуется. Говорит, заинтересовать детей, научить их заставить задуматься о том ином факте – задача не из легких. Мы говорили о пищевых цепях. То есть кто кем питается, каким образом происходит это взаимодействие в природе, почему нельзя нарушать природу. То есть у нас был такой воспитательный момент на уроке. Мы выяснили, что если мы уберем какой-то живой организм с пищевой цепи, в этом случае у нас все разрушится. И такое чуткое отношение к работе жюри ценят на одном уровне со знанием предмета. Но в комиссии подчеркивают – конкурс не экзамен. Участники воспринимают как площадку для развития. Этот конкурс я бы в лучшем случае назвала педагогической мастерской или фестивалем педагогических идей. То есть здесь нет борьбы, здесь нет соревнований. Здесь есть, наверное, желание быть лучшим педагогом Алтайского края. Учителя 2020 года назовут уже в пятницу. А пока участникам не стоит расслабляться. Мария Микшута, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин